Дороги как-то пересекались У вас есть программы Будет рассказывать о физиологических исследованиях Буддийских практик И я с таким пафосом об этом говорю Потому что это как раз одна из тех дорог На которые я сейчас намекала Опасная территория На нее страшно вставать И конечно первый слайд уже сказала мой Понятно Это бывает Я прошу прощения, что я рассказываю сидя Но я практически недавно из Гималаев И вот эта палка Это следствие моих походов в Гималаях Так что я прошу прощения Я буду рассказывать сидя Вот я как раз начну с цитаты Наталья Петровна Ну практически вот то, что Татьяна Черниговская говорила Татьяна Владимировна О том, что действительно Она не боялась ниарадоксальности Не высказывать эти мысли И здесь у нее был особенный интерес Именно к изучению отношений мозга и сознания То есть по сути дела Это еще поставленная Декартом Основная психологическая проблема И вот такие Казалось бы девиантные Феномены Пограничные феномены Они как раз наиболее четко Могут поставить исследования Вот этих вот измененных Состояний сознания Как обеспечится Взаимодействие Психики и сознания Сознание и тело Вот И она еще в 80-х В середине 80-х годов Организовала группу По изучению Феологических механизмов Сознанного состояния сознания Это было достаточно Редкие исследования Но такие состояния И чтобы их изучать Их нужно как-то создавать А по заказу их создать Достаточно трудно И они В общем У каждого человека Немножечко отличаются Даже сильно отличаются Но в частности Они брали, например Нормальные роды Как измененное состояние Сознания при нормальных родах Вот И Значит То, что мы сейчас начали делать Это по сути развитие Ее Подходов и идей Я хочу сказать Что это у нас Можно сказать Семейное Это и дуализм Владимира Михайловича Бехтерева И вот то, что Наталья Петровна Следователь Известила сознание И то, что В конечном итоге Я тоже пришел К этим исследованиям Вот две цитаты Первая цитата Это Первая цитата Далай-Лама И вторая Даже не Далай-Лама Говорил Это перефраз Того, что Говорил Будда То есть Это Первая Религия Где Презвещенник Говорит о том Что если То, что мы видим Должна Наука Не соответствовать Данным Нашей Религии И мы должны Менять догму И вот Вы можете Прочитать Слова Антальи Петровны Которые В общем Очень хорошо Соответствуют Тому Ходу мыслей Может быть О которых Говорит Далай-Лама И Соответствия Тому Что Мы Начали Делать Вот Но Я хочу Сказать Что на Притяжении Практически Трех Тысяч Лет Буша-Буддизм Он продолжил Индуистские Вещи Индуистские Суждения На Притяжении Более Чем Трех Тысяч Лет Мы Были Как-то Разъединены Еще В античную Эпоху На самом Деле Уже Было Два Направления Направления Исследования Мир Реальных Инструментов Вот И Мысленных Экспериментов Вот Мысленные Эксперименты Это Именно Буддистская Линия Что Нужно Чтобы теория Была Логична Чтобы она Объясняла Наблюдаемые Вещи Но Я хочу Сказать Что Мир У нас Один И Та и Другая Теория Должна Так Или Иначе Но Объяснять Реально Существующие Наблюдаемые Вещи И Поэтому Несмотря на то Что мы Развивались По Разным Направлениям От Логики Кинокартины Мира И От Эксперимент К выводам Значит В общем Далай-Лама Хочет Того Чтобы мы Шли По Пути Которую Сформулировал Сегодня Ксарин Владимирович Именно Срединный Путь И Наша Российская Наука Наша Школа Она Ближе Всего К Вот Этому Срединному Пути Вот Здесь Встреча На которой Мы Участвовали С Ксарином Владимировичем И Некоторые Присутствующие В зале Где Получилась Такая Интересная Вещь Я вдруг Неожиданно Для себя Понял Что То Что Говорят Доклады Буддистских Ну Я бы Скалеров Потому Что Scholarships В русском Языке Это Слово Практически Нет А это Люди Которые Занимаются Сознанием И Такого Рода Вещами Вот Так вот Это Медл И прочь Они Объясняли На своем Языке То Что Они Изучают И Это Оказалось При Переводе С Их Изов Языка Наш Язык Оказалось Очень Многие Вещи Очень Близки К нам И В принципе Вот Такое Понимание Вот этих Вот Их Высказываний Их Концепций Показалось Что мы Можем Говорить Совместно И Я В В Время Встречи Подожил Далай-Ламе Что Мы Можем Исследовать То Что Его Очень Интересовало Это Позже Будет Далай-Лама Очень Заинтересовался Этим И Создал Мы Создали Российскую Лабораторию В Буддистских Университетах Это Первый Случай Когда В Буддистских Университетах Действительно Не Рядом С ними Не Где-то На Выселках А Именно Прямо В Университетах В том Чего Тантрических Монастырях Это Монастырь Университет Были Созданы Тантр Это ведь Секретное Такое Секретное Направление И Вот Были Созданы Лаборатории Вот Вы Видите Расположение Эти Лаборатории Географически И Видите Некоторые Картинки Из Белой Лаборатории Причем В Индии У Вудистов Эта идея Вызвала Очень большой Энтузиазм И Вы Видите Как Все Руководители Это Монастырей Монастырей Юга Индии Участвовали В открытии Нашей Лаборатории В одном Из Министерских Центров Но Сначала Нужно было Найти Кадры Потому что Работать Непосредственно С монахами Которые Медитируют Которые Могут Приготовить Соответствующее Состояние И Поддерживать Его В течение Долго Времени Это состояние Хорошо Описывается Их Объяснениями Словами Проблема Первая Они не знают Английского Мы не знаем Естественно Тибетского Вторая проблема Мы для них Все-таки Чужаки И поэтому Было принято Решение Что Мы Берем Группу Молодых Ребят Монахов И Обучаем Их В России Вот вы видите Эрекцию Константин Владимирович Эрекцию Привесора Каплана У меня В кабинете Мы сидим За столом И они Получили Сертификаты Монахо-исследователя Это Первый случай В истории Буддизма Что Монахи Начали заниматься Реально Сами Ну конечно На уровне Продвинутых Лаборантов Научными Исследованиями Вот они Это Обучение И Надо Сказать Что Вот Создание Таких групп Нам Позволили Например Не прекращать Исследование Во время Пандемии Потому что Монахи Были В этих Монастырях И они Могли Вполне Спокойно Внутри Монастыря Проводить Виды Исследования Вот То есть Практически Появилась Новая Я подчеркиваю Появилась Новая Характеристика Новая должность Монахо-исследователь Они этим Очень гордятся Их это Очень Извлекает С ними Интересно Об этом Разговаривать Вот Исследование В монастыре Значит Причем Медитация Чем она Хороша Как инструмент Для исследования Задания Это Управляемый Переход Хорошо Описанный Мы знаем Что происходит При этом И так Как они Учатся В течение 20 лет В университете Только Чтобы получить Первую степень Они делают Это Очень Однотипно То есть Мы получили Еще и Однородную Группу И Наш Исследование Такая Логика Дай-Ламу Было Интересно Собственно Горя Посмертная Медитация Или Тугдам Что это Такое Это Когда Человек Умирает И Тело Его В Индии При В значайшей Температуре При Сках Градусах Сохраняется Совершенно Нетленным Вы Видите Фотографии В течение Месяца Больше Редко Даже Лет И Его Интересовало Какие Конкретные Типы Медитации Могут Приводить Умерших В это Состояние Человек Перед Смертью Занимается Приланной Медитацией И Вот Потом Умирая Он Сновится Попадает В Тугдам Которая Длится Действительно Достаточно Долгое Тугдам Это Понятие Большей Степени И Религиозное Так вот Мы Не религиозное Бострадо И Не Жить Бострадо Смерть А вот Что Происходит С Делом Вот Причем Это Было Невозможно Делать Раньше Сейчас Мы Можем Даже Забирать Пытаться Забирать Вещества Из Сердца Из Что-то Делать Пункции Это Это Уже Нам Разрешено Это Впервые Получено Такое Разрешение Прижизненные Медитации Вот Здесь Я Показываю Эти Медитации Потому Что В принципе Очень Часто Некоторые Виды Медитации Это Именно Подготовка Очень Часто Бывает Во всех Религиях Это Подготовка К Смерти Процесс Умирания Вот И Вот Видите Здесь Я Не буду Объяснять Что Это Такое Это У меня Практически Весь Оставше Все Оставше Время Но Я хочу Скать Что Мы Впервые Начали Исследовать Масштабные Исследования Тантрических Техник То есть Закрылых Техник Обычных Не показывают И не Дают Изучать Вот И мы Это делаем Не В лаборатории Где-то В институте А именно В их Среди Обитания То есть Мы идем И В То место Где они Сядь Отшельниками Ретриты Вот И вот Дает Возможность Скоро Уйти От Осознания Окружающего Мира Что Конкретно Происходит С физиологическими Параметрами Во время Медитации Но Именно С физиологическими Параметрами Мы Мы Затрагиваем Буддийские Философские Религиозные Аспекты Вот То есть Наша цель На первом этапе Была Изучить Действительно Существуют Вот эти Вот Состояния О которых В основном Были Только Рассказы Потому что Естественно Не очень Хотелось Буддистам И показывать Свои Медитации Тем более Допускать К телам Умерших Западных Исследователей Как мы Исследуем Это ЭГ Это Инфракрасная Средний Инфракрасных Кучах И термометрия Вот Видите Причем Это делается И ЭГ Пишется И Делается Термометрия Самими Дежу Самыми Вот Это Это делается Вот Эта Линия Идет Под руководством Профессора Каплана Исследуется Это практически Исследуется Мозговый Ковроток В зонах Прилегающих Коре Во время Медитации И уже Есть Достаточно Интересные Результаты Динамика Температуры Вот До И После Медитации Вот Исследования Совместные Динамики Температуры И ЭГ И В итоге У нас Мы показали А я об этом Говорить не буду Сейчас Потому что это будет Следующий доклад На группе практик Уже 140 человек Это Абсолютный Рекорд По количеству Исследованных Обычно Статья Делается на 12 На 15 Испытуемых У нас Огромное Количество Испытуемых И показано Что Вот Медитации Которые Мы Изучаем Они Действуют На Абсолютно Базовый Механизм Мозга На Химис Детекции Ошибок Это Расскажут Дальше Приведут результаты По термографии Мы Провели 33 Исследования Утантриков И Практически Из 23 Тантриков В 19 Случа Зафиксированы Тиммертурные Реакции Разные Амблитуды Причем Сложные Не то что Титр увеличивается Слежается А вы Увидите Она Имеет Значит Сложное Поведение И Самое Главное Что Фазы Вот Этых Вот Фазы Температурных Реакций Соответствуют Фазам Медитации Нам Банахи Рассказывают Как Как Последственно Что они Последственно Делали Время Медитации И потом Мы Смотрим Кривые И Действительно То что Они Рассказывают Очень хорошо По времени Ложится На Кривые Вот Сейчас Будьте Лебесны Вот Здесь Вот Видите Вот Здесь Три Разных Фазы Нагрев Охлаждение И дальше Теплоту Такого Небольшого И вот Сейчас Он Закончит Медитацию Вот Видите Вот Так И дальше Сидит И у него Все Возвращается К Нормальным Погадателям До Медитации То есть Мы Погадали Что Действительно Медитация Отражается В Турчестве И в Таких Физологических Параметрах Вот Видите Фазические Реакции У Тандрического Медитационного 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 Монаха До И после Медитации До И во Медитации Вот Что удивительно Для меня Абсолютно Я ожидал Что будут Изменения В голове Вот Как вы Видели Перед этим И в общем Мне казалось Что Ну нормально Мозг Действует Все Но оказалось Что Подавляющее Большинство Тандриков Где мы Видели Вот эти Изменения Они Были В области Сердца То есть То Чего То О чем Говорили Буддисты Во что Я совершенно Не верил И оказалось Было Нужно Знать Они Правильно Говорили Правильно Что Действительно Вот В этих Местах Есть Наиболее Выраженные Изменения Вот Здесь Видите В чем Разница Амплитуда Реакции Доходила До Четырех Градусов Четыре Градуса Очень Много Ну Понимаете Что Тридцать Семь И Да Я понял Но я Начал Позже Вот Значит Теперь Отложенное Разражение Тела Мы Мы Использовали Различные Методы Нам Разрешили Регулярно Исследовать Вот эти Тела Утром Вечером Измерять Объективно Параметры Значит Этих Тел Причем Это уже Совместно С американцами Работа И что Интересно Что Несмотря на Сложную Ситуацию Сейчас Мы Продолжаем Наши Исследования В общем Совместные Нет Что Мы Не обсуждаем Те процессы Которые Сейчас Происходят Вот Вы Видите Эти Тела Которые Исследуются Дается Возможность Достаточно Долго Их Смотреть До Амента Распада Мы Подготовили Статью Она Сейчас Идет В печать Причем Эта Статья Была На основании Того Что Двое Судовед Экспертов Независимы Друг от друга Проводили Обследование Результатов И Мы Базируемся Именно На Физических Явлениях Которые Они Регистрировали Сеть Данных Документированных И Получилось Что Как это Происходит В отличие От постепенного Грудуального Распада Который Происходит В нормальном Случае Мы Увидели Что происходит Плато И Где Ничего Не Меняется И Потом Резкий Обрыв Когда Это Тело Буквально В течение Часа Распадается Результаты Которые Мы Получили Вы Доложены На Конгрессе В психологии И Главный Результат Который Мы Получили Сейчас Я считаю У нас Много Таких Временных Результатов Которые Будут Дальше Разрабатываются Но Главный Результат В том Что Нам Было Доказано Объективное Существование Определенных Буддистских Феноменов Которые Для нас Считалось Ну Некими Сказками Они Действительно Существуют Это Вот Это Пожалуй Самое Главное Что Мы На Сегодня Показали Это Часть Обликованная Часть Печати И Дальнейшие Планы Будем Исследовать Жизельные Практики Связанных С Тукдаун Будем Исследовать Тантрические Практики Почему Потому Что Это Наиболее Тесно В Практиках Тело Сознание Связано Пожалуй Наиболее Сильно И Практически Когда Я спросил А были Исследования Тантриков То Наш Товарищ Из Монастыря С трудом Вспомнил Да Было Одно Какое-то Исследование Практика Тантриков Просто Не пускали Такие Исследования Вот Исследования Работа с пожилыми Монахами Это очень Интересно Что Они сохраняют Рассудок Достаточно Пожилом Возрасте И Как Влияет Медитация На Когнитивно Ирологический Возраст Ну Ну Это Вот Задачи Исследования Я не буду Их Зачитывать Это И Медицина И Продление Жизни И Управление Физическими Состояниями Организма Вот Мы Очень Благодарны Дэйоламе Который Действительно Помог нам Огрожать Исследования Без его Помощи Нас бы Просто На порог Не пустили И С его Помощи Это было Очень Трудно Мы Практически Два Года Шли К тому Чтобы Нас Зауважали Но Слава Богу Зауважали Поэтому Сейчас Нам Решают Действительно Делать Практически Почти Любые Исследования Вот Наш Коллектив Вот Это Те Кто Ну Я Вручаю Дипломы Монахам Первый групп Монахов Производ Каплан Производ Юрий Ульбеев Из Института Медико-Логических Проблем Елена Курина Которая Главный Организатор Этих Исследований Юрия Бойцова Наревизиология Ведотов Судно-Медиспертиза Сыров И Яковлев Это Лаборанты Практически Помощники Александра Яковлевича Каплана И Юлия Жерункина Которая Собственно Связывает Нас С Индийскими С С Тибетскими Культурой И все Прочем Мы Очень Много Без нее Не могли Сделать И вот В заключении Я хочу Сказать Что Такое Отступление Что Когда я Был Достаточно Нежным В возрасте Мне было Где-то Семь лет Когда Появилась Туманная Сандромедия Я Читал Ее Запоем И Думал Ой Как Интересно Другая Планета И все Прочее То Вот сейчас У меня Такое Ощущение Что Я Сам Нахожусь На Другой Планете Я Четыре Пять Раз В год Езжу На Другую Планету Которая Отделилась От моей Планеты Где-то 25 Веков Назад И Тем Не Менее Это Тоже Наша Планета И Изучать Ее Невечательно Интересно Потому Что Это Другой Мир И Мир Логический Мир Очень Грамотно Построенный Вот Вот Собственно Говоря Это У нас К сожалению Как вы Понимаете Получить Грант От Уздаст На Исследование Буддийских Медитаций Ну Почти Невозможно Поэтому До сих пор У нас Не получалось Не потому Что мы Не оценивали То Что мы Делаем А потому Что Просто Я Действительно Не понимаю Вот Я На месте Тех Кто Дает Гранты Дать Грант На Исследование Ну Скажем Молитв В Православной Церкви Тоже Было Как-то Не так Поэтому Мы Существуем На К сожалению На Только На Пожертвования Только На Поддержку Тех Кто С нами Тех Тех Кого Интересуют Эти Исследования Вот Это Фонд Имени Натальи Бехтеревой Спасибо За Внимание Аминь 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 Тех